Ты что, еще психушку меня хочешь положить? До свидания. А вообще нет никаких проблем. Хороший выпуск получится. Сначала чуть не обосрались. Сдался живот, живот прошел, сижу реву. Хочется как-то о тебе позаботиться. Мы с тобой видимся в жизни третий раз. Ты уже ко мне ближе, чем, например, мой бывший муж. Проработав эту тему, ты можешь изменить свой сценарий поведения. Так, с каким сегодня настроением я еду на сессию? Во-первых, мне спокойно. В отличие от первого раза, когда это был первый раз, я переживала. Я не знаю, я игривая, счастливая, влюбленная, весенняя. Мне все нравится. Я с удовольствием еду, я жду встречи. У меня нет ожиданий. У меня я специально их не составляла, потому что не создавала эти ожидания. Потому что как будто бы когда не ждешь, получается естественнее, живее, по-настоящему. Есть ли у меня какие-то страхи или опасения, я совру, если их нет. Естественно, я очень боюсь, что этот страх, который был в первом выпуске, что мы как-то там что-то расковыряем, поймем, в чем причина, и дальше не будем понимать, что с этим делать. У меня этот страх, он был, и он пока что со мной. Но он просто меньше, он уже не такой большой. Я точно могу сказать, что когда, скажем так, когда у вас взаимный интерес, то есть человек делает свою работу, делает ее компетентно, как мне показалось, у меня я открыта и готова к тому, чтобы учиться лучше слышать себя, управлять своей психикой. И, в общем, когда вот у вас взаимный такой интерес, очень быстро происходит результат, да, он случается, очень быстро чувствуется прогресс. Я не знаю, как это работает, может, я просто удобный пациент, но даже вот этой одной сессии мне хватило для того, чтобы действительно попробовать подпустить к себе людей, которых я, ну, не людей одного человека, а которые мне симпатичны. Но пока не сильно, аккуратненько пока. Чуть-чуть. Ну, приветики. Здрасте. Я выполнила домашнее задание. Расскажи. Ну, не полностью, конечно, я же не отличница какая-то душная. Мы на ты перешли уже. Было дело. Мы сейчас начнем этот разговор. Сразу хочется сказать, знаешь, я даже не помню, когда последний раз у меня было такое, я сейчас очарована, очень влюблена, значит, у нас высокий появился молодой человек. Я в целом влюбчивая. А здесь, значит, он высокий, у него глаза светлые, кудри такие на башке. Вот, обаятельный и недушный. Шутит хорошо. Отмечает на шуточке, тоже здорово. И, в общем-то, я сначала, мы с ним стали общаться, и, ну, там, сходили на свидание. Ну, и я по классике по своей, ну, там, день не читаю, два не читаю. Потом думаю, так, стоп, у меня же, как бы, там другой был план, да? Нам доктор Лина сказала, так не делать больше. Вот. И, в общем, короче говоря, я к нему более с таким, с открытым каким-то сердцем, без мысли постоянной, что все равно это закончится, ну, как бы, как у всех заканчивается. Просто не думая об этом, стала с ним дальше общаться, и это супер кайфово. Я получаю удовольствие. А еще вот этот прием про то, чтобы, ну, поскольку я так достаточно гиперактивна, чуть-чуть совсем, если вот супер вот так вот сильно, там, допустим, пережить, там, очень сильно испугаться и бояться сидеть, бояться, бояться, быстро, да? Вот как мы делали, помнишь? Вот. Или, например, очень сильно порадоваться, порадоваться, можно успокоиться. Я очень сильно-сильно поволновалась специально перед, у меня были пробы на один проект, вот. И вообще у меня не было волнения в кадре. И я, я, короче, я теперь использую вот этот инструмент, он мне очень помог, правда. Я, если я начинаю, допустим, переживать или что-то там, я сразу или злиться, например, ну, ввиду там разных там рабочих каких-то моментов, я так вот быстро, и все. И дальше опять нормальный человек. Ну, ты хорошо поволновалась, достаточно хорошо? Ну, достаточно, ну да, ну, поволновалась, поволновалась. Это даже забавно, это как будто, ну, я же вообще люблю дурачиться. И это такое, как бы, это как игра, как ребенок, ты такой, ну, как бы, сам с собой развлекаешься. Вот. Но это реально работает, вот, это правда работает. Кайф. Да. Что мы сегодня делать будем? Мне так интересно. I don't know. А. Да, я иду за твоим интересом к себе. Вот то, что было бы тебе интересно. Мы можем снова поизучать близость, да, между тобой и партнером. Можем сделать что-то другое. Я бы продолжила, знаешь, у меня какой вопрос, я хочу понять, вот, допустим, вот, например, сейчас, ну, я чувствую себя влюбленной. Это прекрасное, абсолютное ощущение. Но я просто не понимаю, я даже не верю сама себе, что я вот, ну, типа, я просто думаю, ну, вот, хорошо, сейчас мы расслабились, мы не пропали из чатов, мы жизнерадостные. Но в какой-то момент мне же это либо надоест, либо меня все равно это испугает. Вот есть как, что делать в эту секунду? Супер-классный вопрос, и особенно мне нравится постановка вопроса. Во-первых, конечно, я замечаю, ну, если вот так по-серьезному говорить, почему-то ты используешь местоимение мы для того, чтобы описывать то, что ты делаешь. Но, смотри, какой контраст, когда ты говоришь, ну, потом мне это надоест. Что как будто делает какая-то другая девочка, сближается какая-то другая девочка, а надоест тебе. Я подумала, о-о-о, понятно, какая роль привычна. То есть она присваивает себя отвергающую и делает это очень легко. А вот присвоить себя находящуюся в слиянии с человеком, да, близости тоже. В том числе про слияние отношений, это про взаимозависимость, когда люди соглашаются влиять друг на друга. Вот это место для нее очень такое опасное, я бы сказала. То же самое было бы, если бы клиентка, например, говорила «ты». То есть любое «мы», «ты» — это такой способ создать дистанцию между своими чувствами и вот такой опасной зоной, что в эти чувства может попасть. Как вот мне справиться с переживанием, что, ну, как бы все равно у всего есть срок. И, ну, поскольку я родитель, я несу ответственность не только за свое эмоциональное здоровье, но и за здоровье своего ребенка, пока он не вырос. Я правда переживаю, что, допустим, вот хорошо, мне нравится молодой человек, мы с ним вступим в отношения. Вот, я пущу его в свой дом, пущу его в свою семью, познакомлю его со своей собакой, привыкнет собака, привыкнет ребенок, привыкну я, я потом отвыкну, а за них я буду переживать вдвойне, потому что и переживательная. Вот как здесь быть? Не думать об этом не получается, я об этом думаю все равно. Невозможно. А что вот в этом для тебя на сегодняшний день самое главное? В чем? Да, вот из этих трех переживаний, что ты будешь переживать за себя, что вы можете... Нет, я вот в этой ситуации, ну, мой главный приоритет это сын. Ну, то есть, как бы я понимаю, что я смогу ему объяснить, что там, условно, знаешь, там, все, я больше Ваню не люблю, ну, только я подберу правильные слова, но мы навсегда остаемся друзьями, вот мы же с твоим папой тоже друг друга любили, но перестали, и чтобы нам всем было комфортно, мы разошлись. Так и здесь, я, наверное, смогу это объяснить, но это, знаешь, это как, как ты такое, типа, видишь, что горячее, и думаешь, ну, если я возьму, я же обожгусь, вот, так вот здесь что-то похожее. Слушай, ну, правда, вступая в отношения, есть риск, что будет больно. Угу. Это грустно. Не хочется. И что же делать с этим? Просто привыкнуть к этому? Ну, смириться, согласиться, сказать, хорошо, ладно. А вот, когда я тебе говорю эту фразу, что чувствуешь? Мне сразу вот здесь грустно. У меня даже немножко сейчас тут защемило. Попробуй вот это почувствовать побольше. Угу. Мне не нравится. А можешь описать, где это в теле? У меня вот здесь вот есть, у меня здесь есть такое, знаешь, это какой-то радар моих ощущений. Вот. У меня мурашки отсюда вот так всегда бегут. То есть там не с рук, а я вот как-то отсюда всегда чувствую. Вот. И если я начинаю бояться, у меня здесь началось... Я чувствую сейчас про свою грусть. Это вот как она тут зарождается, на что похоже. Угу. Ну, там я чувствую сразу тоску. Тоску. И так вот... У меня всегда так светло в голове, мне так кажется. Вот. И внутри светло, и я наполнена. А когда я начинаю грустить, там сразу темнеет. Вот. И я чувствую, ну, такое как... Мне даже больно немножко. Вот. Не люблю грустить. Ну, то есть как бы мысль о том, что все закончилось, что бы это ни было, меня расстраивает. Я не знаю. Я... Ну, все, я грущу сразу. Какая-то фраза для тебя особенная. Вот это все закончилось. Все закончится. Не знаю. Не думал об этом. Почему особенная? Нет. Обычная фраза. Да, я хотела очень, чтобы клиентка соприкоснулась со своей болью от потери через вопрос, а что бы закончилось? Потому что, например, когда я работаю с утратой, то я могу спросить человека, чего больше никогда не произойдет. Да, между тобой и тем, кто покинул этот мир, или тем, кто там ушел, ну, неважно, да, кого больше нет. И тогда люди начинают рассказывать, чего больше не случится никогда, да, между этими людьми. Я подумала, что вообще заход классный, но клиентка его не взяла. Она... Ну, может, вообще вопрос не попал. Да, может быть, он был задан слишком рано. Но попытка была хорошая. На какую фразу возникла вот эта грусть? Я сказала, что за отношениями может наступить боль. Угу. Ну, вот. Вот это, да? Да. А почему, кстати? Ну, а как с этим... Я не согласна. А как с этим справиться? Ну, то есть, как можно вступить в отношения, если ты такой, типа, сразу готов, что может быть больно? Фу. И это, если так думать, так можно, это, знаешь, если есть, то можно язык прикусить из этого разряда. Но есть-то вкусно. И, может, сжевать просто надо аккуратно. Ну, иногда жуешь, и все равно что-то там. И что-то прикусило, да? Иногда съел, вроде вкусно, отравился. Да? Ой, такое тоже, да. Хотя у меня такого никогда не было. Я в Африке пила... Ну, ввиду профессии, я вообще мясо не ем с некоторых пор. Вот. Короче, мне вывели быка. Ну, фу, не быка, господи, корову. Корову. Подоили ее при мне в Африке в этой. Это племя там, они все ходили в таких каких-то там юбках своих. Вот. И потом при мне ее зарезали, добавили в молоко кровь и сказали, пей. И я стою, смотрю на режиссера и говорю, пить? Он такой, да. Вот. Я была уверена, что я после этого слягу. Вообще, живее всех живых. Пришлось попробовать. Отвратительно. Да, все, извините. Да, давай вернемся в твою боль. Угу. Но у меня вот, знаешь, у меня какое-то ощущение, что мне, например, не удается к ней прикоснуться. А как тебе к ней прикоснуться? А тебе удается? Ты ее... Я ее стараюсь не трогать. Угу. Это как страх змей. Вот этот мой любимый. Я, если их не вижу, я их не боюсь. А если я только, дай бог, вот на расстоянии, а если еще и близко, то я вообще начну убегать. Зачем же мне трогать свою... Грусть. Ну, как будто сейчас это снова такой способ не соприкасаться с болью, с грустью. Угу. Когда ты начинаешь уходить в рассказы про змей, про корову. Да, да. Да, вот так ты обычно делаешь. Это когда ты... Апа-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Слушай, ну, правда, ты чемпион мира по уходу от сложных чувств. Да. И я, правда, тебя тут не поймаю и... А зачем мне себя... Ну, я же говорю, что я и так королева загонов. Ну, то есть мне придумать себе причину расстроиться вот так можно. Вот, просто для чего результат у этого... Какой он будет? Слушай, я не знаю, какой результат ты хочешь от нашей встречи. Я тоже не знаю. Нет, я... Я знаешь как... Я хочу максимально... Вот представим, что у меня есть такой... Это... Ну, там, рюкзак. Вот. И мы туда теперь складываем инструменты, которые ты мне говоришь. Смотри, вот такая штучка есть. Я кладу это. Я хочу собрать... Это рюкзак полный камней. Я говорю, давай сначала камни достанем, чтобы инструменты положить. Ты говоришь, там такие камни, короче, вот там... Была я. Вот эта история, вот эта история. А камни я трогать не хочу, но инструменты-то мне дай. Я уже говорила, что клиентка такая скорее убегающая от своих чувств. Из-за очень высокой чувствительности, из-за боли, которая осталась с ней и в ней. И поэтому она хочет с болью не соприкасаться, но как-то проблемки свои порешать. Это если представить, что там дерево съели муравьи, но давайте мы его покрасим в цвета дерева и представим, что оно снова живое и прекрасное. Так не получится. И вот этот образ с рюкзаком, в который она хочет получить инструменты, он как раз иллюстрирует ее подход. Так, давайте-ка без этих чувств, да потому что ей самой сложно со своими чувствами. Нет, давайте доставать камни. Ну как их доставать? Вот как? Объясни. Как взять и... Нет, ты мне скажи, какой камень мы сегодня будем доставать? Страх того, что все закончится. Давай тогда на него ближе посмотрим. Давай. Как? Сейчас что-нибудь придумаем. Расскажи мне больше про свой страх. Вот знаешь, как он устроен, что закончится, что именно? Закончится комфортное общение. Мне будет больно. Я буду очень сильно грустить. Я буду переживать. Юль, ты описываешь сейчас то, что ты будешь делать. Да. А что закончится? Вот у тебя сейчас есть влюбленность. Да. И внутри влюбленности она чем-то наполнена. Объятие, не знаю, за руку держит, в глаза смотрит, обнимает, не знаю, чай готовит, или там, не знаю, в кино приглашает. Вот что закончится вместе с отношениями? Вот это все. А можешь ты рассказать мне? Знаешь, я понимаю, что ты хочешь меня услышать, скорее всего. Я думаю, что это не только страх, что все закончится. Может же быть так, что, например, мне станет неинтересно просто, потому что так бывает. Да. Вот. И я тем самым человека тоже раню. Вот. Это раз. Во-вторых, может быть, наоборот. Что человеку станет со мной неинтересно. И тогда я очень сильно раню себя. Вот этот страх, он состоит, он такой. Да, я вижу. Там правда много всего, и ты очень себя пугаешь. И ребенком, и собакой, и своим отсутствием интереса, и отсутствием интереса к себе. Я сейчас вижу, знаешь, такой страх 5D. Да, да. Что правда очень большой. Ну вот. Слушай, а если бы мы представляли страх как нечто, да, что находится в пространстве, вот как это на тебя влияет? Если бы мы представляли... Ну я бы так хоп, сразу и прижалась. Ага. Так вот присела и так вот сделала. Так ай. Ага. А можешь вот так сделать? Как? Ну вот так представить, да? Так. Да, и прямо... А страх он сверху, да, такой? Да. А он какого размера? Можешь показать? Ну, если это прям настоящий страх, то он огромный. Он такой прям как потолок. Супер. Теперь попробуй вот это представить, да, свою позу, и почувствовать страх как потолок. Прямо сядь в ту же позу. Так, сейчас. Да, и вот твой страх, он состоит из разных-разных-разных моментов. Как он там? Он на тебя давит или нависает, или чего он... Ну он такой прям чик-чик. Давит на тебя. У меня так, знаешь, у меня ускоряется сердцебиение. О! У меня как будто бы даже немножко начинает болеть голова. Так. Вот. Да. Ну вот. А там как-то все так... Че, че, че. Ну, вот смотри, знаешь как? Вот так я с широко расправленными плечами, а так мне хочется сделать... Вот, саму себя даже немножко пожалеть. О! Ты вот в этом состоянии нуждаешься в каком-то сочувствии, в поддержке, да? Ну да, в такие моменты. Ага. А попробуй еще себе это сделать. Прямо снова принять вот эту позу, да, закрыться, так себя приобнять, почувствовать свое сердцебиение, свою голову, осознать, что над тобой есть вот этот потолок из страха. Ну, как-то просто себя в этом месте больше почувствовать. Ну вот, когда я, скажем, сама себя обнимаю, мне не так страшно. Я так чуть-чуть. Смотри, получается, что, чтобы было не так страшно, так, нужна какая-то поддержка, объятие. Угу. Ага. Да. Мог бы это дать твой потенциальный, любимый человек, как тебе кажется? Наверное. А ему можно даже, наверное, сказать, что, типа, дайте это. А-а-а. А вдруг он скажет, что ты навыдумывала? Что? Да, может так сказать. А что, ответь тогда. Я тогда расстроюсь, что я его попросила, а он не понял. Да, слушай, а можешь сказать, что бы тебе было важно, что бы он сказал? Или сделал? Как вообще? чтобы человек, ну, которому я правда доверю себя, свой внутренний мир, свое сердце, свою семью, мне важно, чтобы он вот так один раз посмотрел мне в глаза и сказал, что, Юль, я тебя никогда не обижу. Вот. А если мне захочется тебя обидеть, я просто... Сначала мы расстанемся, а потом я уже буду обижать тебя. Вот. Я не хочу никаких плохих сюрпризов. Сюрпризов. Вот. Никаких плохих сюрпризов. Я очень больно это переживаю. Я этого боюсь, правда. Вот. Еще раз. Это получилось, потому что есть опыт не самый приятный, прошлый. И, ну, это невыносимо. Я не пожелаю это в жизни никому. Вот. Поэтому для меня важно, чтобы человек, с которым, ну, у меня будут прям серьезные отношения, сказал мне, как на духу, от всего своего сердца, что он меня никогда не обидит. И я ему в ответ скажу то же самое. И я, правда, не обижу. А вот. Ты с какими чувствами произнесла фразу «Я тебя никогда не обижу»? Меня тронуло. С уверенностью. Такое, ну, то есть просто с уверенностью в словах, которые ты говоришь. Вот я говорю, в смысле. Да. Вот так. Тебя тронуло? Спасибо. Да, ну, такие слова сильные. Ты еще так описала, посмотрела бы в глаза. Да. Один раз можно. Это на всю жизнь. Вот прям, я бы это отфиксировала и все. У меня год назад, ну, просто появилась новая подруга, там, близкая достаточно. У меня не так много прям очень близких мне подруг. Там, три девчонки. Ну, плюс-минус. Вот. И я ей просто сказала о том, что пожалуйста. Вот я чувствую, что все, мы прям супер-мэчимся, мы дружим. И я очень прошу. Вот мне так хочется, чтобы это было навсегда, на всю жизнь, с заботой друг о друге и без, короче, без вот этого говна. Да. Слушай, я не могу уже не спросить, но я не знаю, ответишь ты или нет. Можно не отвечать. С кем у тебя не получилось, на всю жизнь? С моим бывшим мужем. Это просто история про то, что, ну, это мои единственные серьезные отношения. Я в них была долго. И я настолько как-то безусловно по-детски, ну, поскольку они еще были первые, я была достаточно, ну, я была моложе. Вот, это было 10 лет назад. В общем, короче, я так безусловно любила человека, что я помню, мы летели с ним в самолете, и шарашила турбулентность. Он спал, а я так его за руку взяла, думаю, боже мой, ну, как же хорошо, если сейчас разобьемся, а то вместе. Что вот мне не придется страдать, и ему не придется страдать, что кто-то из нас там что-то. Вот, и потом, когда ты так вот любишь, а я не могу, я не умею, у меня нет полумеры. Я, если люблю, то я, блин, люблю, ненавижу, ненавижу, блин. Вот, и все, и потом, когда это разбивается, это вот сосуд такой, он просто падает, вот ваза просто вот так вот падает, разбивается, и все, и никогда в жизни это больше не склеится, и если даже склеить, то все равно все эти трещинки, ты их видишь. Вот, но я уже все склеила, я уже даже трещинки не вижу. То есть я просто, мне потребовалось, правда, много лет, наверное, для того, чтобы пережить тот факт, что вот это искреннее чувство, самое прекрасное, удивительное, которое есть, доброе, настоящее, что это не гарант того, что все будет хорошо. Да, но тогда рождается страх. Вот, собственно, мы сидим с ним здесь, вот он рядом. Теперь он рядом? Да, уже вроде бы даже не во мне. Но я точно, ну, уже продвинулась от того момента, что, где я сказала, что я больше никогда не выйду замуж, слава, вот да, обычно разведенки так говорят. Вот, к тому, что, в принципе, может быть, есть все шансы. Как-то, вот знаешь, я потеряла твой страх. Да? Угу. А ты? Не знаю. А знаешь как, вот сейчас мы с тобой сидим, я тебе доверяю, я с тобой расслаблена, и мне вроде бы и не страшно. А потом я там напишу в чате, мне полдня не ответят, и все. И я начинаю страшно бояться. Расскажи, да, расскажи, как появляется этот страх, что он там говорит тебе, как он тебя захватывает. Ну, я начинаю думать, я начинаю бояться, я не знаю, как он меня захватывает, я просто начинаю думать, 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 мне начинается такая паническая легкая атака, такая, ой-ой-ой, так, ну вот, все, понятно, значит, ничего не получится, я начинаю переживать. Ну, там, я не могу сказать, что я часто это делала, но у меня было такое. Вот. Я начинаю переживать, и все. И дальше... Расскажи прям, как ты переживаешь? Еду в машине, начинаю думать, начинаю волноваться. Однажды у меня, я так распереживалась, это, кстати, единственный раз в жизни, когда у меня была паническая атака, мне не отвечал человек один, который для меня очень важен, типа, точнее как, мне не отвечал, он мне полдня не писал, вообще, то есть мы каждый день на связи, мы доброе утро, там, в течение дня, мы как-то, это все как-то идет не специально, что типа, ну что там, как у тебя, а ты просто живешь, и такой, ах, все кружочки, все, и полдня не писал мне этот человек, и я, ну вообще, настроение мое абсолютно испортилось, вот, там на улице солнце, а мне пасмурно, просто кошмар, и, короче, и у меня, вот я даже сейчас вспоминаю, мне начинает сердце болеть, у меня началось, я такого никогда не испытывала, я даже не знала, что так бывает, короче, оказывается, вот здесь даже есть какой-то там нерв, то ли треничный какой-то, у меня просто вот здесь свело, мне стало больно, я начала задыхаться, мне пришлось, ну, встать у обочины, выйти на улицу, и очень сильно дышать, для того, чтобы успокоиться, потому что я себя так накрутила, что все, ну, то есть, как бы я понимала, что я точно, ну, буду ужасно переживать, если мне этот человек не продолжит, ой, в смысле, продолжит не писать, я не хотела уже писать, потому что я себя, вообще-то, не на помойке нашла, вот, ну, все, я не понимала, что мне делать, короче, и от того, что я не понимала, что мне делать, я начала очень сильно, вот, 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 прикинь, вот здесь свело, задергалась губа, начался вот этот вот, пупупум, 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 я вышла на улицу, просто стала дышать носом. Когда клиентка описывала, что физически с ней происходит, когда она сама себя накручивает, это говорит о высокой восприимчивости и высокой чувствительности, то есть люди все разные, с разной нервной системой, и неудивительно, удивительно, что она так себя бережет от сильных чувств, если она потом на себя так сильно влияет, что с ней происходят такие соматические реакции. Давай возьмем вот этот маленький кусочек. Да. От момента, где ты заметила, что он тебе не пишет, и вот тут... Я заметила, как только я проснулась. Я проснулась, и у меня не было классического доброго утречка. Вот. И давай вот тут про чувства. Что ты почувствовала? Я сразу начала расстраиваться, грустить, переживать, думать, что что-то не так. А можешь подробнее рассказать о том, как ты расстраивалась? Вот ты смотрела на телефон, проверяла или как? Да. Ну, я без конца вертела в руках этот телефон. Заходила в чат и выходила из него. Я пыталась себя... Я сразу пытаюсь себя отвлечь в такие моменты. Ага. А если не отвлекать, то на какое чувство ты натыкаешься? На грусть. Ну, мне грустно ужасно. Я начинаю... Я вплоть до того, что я расплакаться могу, вот так начинаю грусти. Да. А про что твоя грусть? Ну, про то, что... Сказаешь, типа, я люблю, а меня не любят? Нет. Просто не знаю. Ну, что... Ну, ты сказала сейчас именно это. Да. Ну, я пытаюсь... Это похоже на это. Похоже, но нет. Но это не совсем то. Я не могу сказать, что это там, допустим... Ну, может. Это какое-то такое, что, типа, ну, как же так? Ну... Ну, почему... Ну, какие вот... Какие должны быть причины для того, чтобы сейчас не писать мне? Да-да-да-да-да. Попробуй еще в этом моменте углубиться. Вот ты хочешь общаться, а на той стороне тишина. А парень в данный момент почему-то не пишет. И вот что с тобой происходит? Ну, вот. Я верчу телефон. Я сразу немедленно придумываю себе миллион дел. Это тоже, смотри, это уже то, как ты уходишь от этого чувства. Да. А вот это чувство, что там есть еще, кроме грусти? Страх... Паника. Да там, ну, просто, ну, истерика. Да. Ну, она такая. Я не истеричка. То есть я эмоциональная, но нет такого. То есть я не буду там бросать посуду, еще что-то такого. У меня вообще нет. Там, не знаю, хлопать дверьми. Вот это все. Я такое не люблю. Вот. Я просто начинаю очень сильно волноваться. То есть, ну, как бы, это эмоциональное состояние, в котором ты не можешь ни работать, ты не все. Ну, как бы, ты не ты. Ты как заболел. Мне даже температура может подняться под это дело. А, мне знаешь, какое я сейчас ощущение. Я очень, вообще, я все слышу. Я все понимаю. Но как будто я все равно не прикасаюсь. Я не понимаю, просто, я не понимаю, как передать мне тебе. Я бы рада, я хочу объяснить. Нет, мне кажется, ты прекрасно объясняешь, но как будто что-то еще. Слушай, а что для тебя вот это значит, значит, если он не пишет, то это как будто что? У меня есть такой момент. Мне иногда кажется. То есть, я, поскольку я, ну, как бы, импульсивная, я и поступков много совершаю. То есть, мне нравится просто так сюрприз какой-нибудь устроить еще что-то. И у меня есть страх того, что я сильнее подключаюсь, то есть, я сильнее люблю, чем меня любят. Мне вот такое бывает кажется. Да. Но я с этим не разбиралась. Вот. И это чувство меня очень сильно ужасно расстраивает. Вот ужасно. Да-да-да, как ты себя чувствуешь, когда ты видишь, что тебя любят меньше? Ой, ужасно, плохо мне. Ну, мне больно, я грущу. Я сразу, не знаю, от той веселой Юли, которая бегает, скачет, всех развлекает, показывает пантомимы, вообще ничего не остается. Я очень становлюсь просто мрачной и максимально пытаюсь себя просто, короче, перефокусировать. Обычно я сразу бегу на тренировки всех видов спорта. Очень хочу задать вопрос. Уже думаю, его второй раз. Думаю, не надо задавать. Все-таки задам. Но. А это не напоминает какое-то твое детское состояние? Не было ли в детстве чего-то, где ты чувствовала, что ты любишь больше и хочешь общаться больше? Да, очень-очень-очень. С кем это происходило? Слушай, у меня очень тяжелое детство, к сожалению, ну, там, до восьми, по-моему, лет. Я росла с бабушкой, вот. У меня папа не стало, когда мама была мной беременна, и мама не была рядом. И я, ну, мне было очень грустно, правда. Я сама с собой ходила, пела себе какие-то песни, вот. И много рассуждала о том, что у меня происходит внутри. Как-то я так, это, ну, наблюдала со стороны, не знаю, как, как вот там, поскольку я росла с бабушкой, но у меня там еще там есть, там, тетя, ее муж, у них семья, и вот у них там, ну, как-то у них папа, мама, все, что такое. А ты смотришь со стороны, и тебе очень грустно. Очень грустно. Я всю сессию пыталась понять, что она мне показывает про свой страх отношений. И в самом начале, вот еще в той сессии она вспоминала, там, предательство ее бывшего мужа. Но она вспоминала это так пронзительно, что у меня раз за разом возникала мысль, блин, это как будто не про это. Не про это. Ее оставил кто-то другой. И сейчас становится понятно, что вообще оставила ее мама. Пока не знаю в силу каких причин. И вся боль не в муже. Вся боль в маме и в маленькой восьмилетней девочке, которая жила с бабушкой. И вот эта тема очень болезненная. И я сама к ней боюсь прикасаться. Потому что, ну вот, клиентке нет запроса туда ходить. И есть много боли. И есть много защит, которые резонно охраняют эту ее самую нежную область. Но у меня есть какое-то впечатление, что если мы к этому не прикоснемся, то вся остальная работа будет такой очень поверхностной, как будто мы крайне прикладываем подорожник, хотя там уже все раскурочено. Но я также понимаю ограничения проекта. Сейчас клиентка разрешила мне посмотреть на что-то такое глубокое, что вообще-то делается наедине в закрытом кабинете. Я не знаю, получится ли сделать у нас что-то с этим в рамках наших шести публичных встреч. А можешь рассказать про свое детское ощущение? Каково это было? Смотрите. Очень одинок. Ну, для меня это тоска. Одиночество – это тоска. Одиночество – это ощущение полного какого-то беспомощного, такого внутреннего состояния, когда ты не можешь даже обратиться и сказать «помогите». Некому тебе это сказать. И в моей жизни, слава богу, ну, я так выстроила, что, ну, там, у меня есть сын, собака, друзья. Я окружила себя людьми, которых я люблю, для того, чтобы это одиночество не испытывать. Потому что, будучи ребенком, я действительно это одиночество очень чувствовала. И мне было там некомфортно. Мне не хватало этой поддержки. Я росла таким одиноким волчонком. Вот, какое-то время, свой отрезок. И вот это и есть одиночество, когда ты один на один со всеми своими мыслями, переживаниями, проблемами, трудностями, радостями. Тебе не с кем разделить нехорошее и не с кем разделить плохое. Вот это состояние ужасное. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно меньше людей и детей особенно знали, что это за состояние. Кажется, у тебя слезы подкатывают немножко. Да-да, но я держусь. Не надо. Я специально обозначаю тебе, что, кажется, происходит что-то эмоциональное сейчас. Но ты что-то с этим... Да ты... Не, ну, это нормально, мне кажется, когда там... Потом как-то все наладилось, но просто детям надо и важно показывать, что вы их любите. Мне, наверное, это мало показывали, вот. А я этого очень сильно хотела. Тебе очень не хотелось, да. Да. И поэтому... Сейчас вот, пожалуйста, выросла и теперь сижу, переживаю, что кто-то любит меня меньше, чем я его люблю. У человека в детстве случилась очень серьезная психологическая травма. Человек вырос без родителей и смотрел на других людей, на полные семьи и, очевидно, что-то к ним чувствовал. Пока мы выяснили только, что это чувство одиночества, это боль. И когда у человека такая сильная детская травматика, то потом могут быть различные интересные сюжетные повороты в его жизни. Например, ожидание, что другие люди будут с ней до конца жизни, то есть ровно то, чего не хватило от мамы. Это мама, тот человек, который, безусловно, принимает, никогда не обижает, от которого ждешь вот этих слов, я никогда тебя не оставлю, я никогда тебя не обижу. Но из-за того, что там это не получено, ни с кем, с психологом не проработано, теперь это распространяется на партнеров, от которых она ожидает вот той самой любви, которую она недополучила. Даже вот не любви, понимаешь, а безопасности. Она нуждается в очень сильной безопасности. И это говорит о том, как сильно небезопасно ей было в ее детстве. Я так трогаюсь твоими слезами и думаю о том, как ты их... Да, они есть внутри, и они хотят выйти. Ты что-то с собой делаешь, и они уходят назад. Я просто... Знаешь как? Ну, как бы мы видим мир так, как мы его хотим видеть. Вот. И, допустим, любое эмоциональное такое какое-то падение, типа там пореветь. Для меня это не проявление слабости. Да, я спокойно, абсолютно... Я достаточно сентиментальный человек, там я могу кино смотреть, сидеть, реветь. Ну вот про кино можешь, а про свою жизнь как будто нет. А про себя, знаешь, как будто бы можно фокусировать... Короче, у меня просто правило в жизни есть такое, что я вижу везде хорошее. У меня какое-то настроение плохое. Я специально подхожу к зеркалу и стою, улыбаюсь сама себе, типа минуту. И настроение мое поднимается, потому что я просто улыбаюсь. Я поэтому, если, допустим, у меня слезы, какие-то наворачиваются, потому что я вспоминаю действительно вещи, которые меня ужасно травмировали. И, ну, может, никто даже и не понимал этого. Ну, то есть, как бы никто не хотел меня обидеть, никто не хотел там... Все старались, но каждый, как говорится, как мог. Вот. А внутри меня были какие-то переживательные процессы, которые, если я сейчас буду их вот так вот там расковыривать, то мне просто станет непривычно. Не так, как я люблю. А я люблю, чтобы мне было весело, жизнерадостно. Мне сложно описывать свои негативные эмоции, потому что я подключаюсь, вспоминаю, и я погружаюсь в это состояние. И это влияет на мой эмоциональный фон. Но я себе сама объясняю сейчас, вот еду в голове, что терапия не может быть веселой. В любом случае здесь момент такой, что чтобы от чего-то избавиться, надо это дело прожить, разобраться с этим. И это не всегда комфортно. Вот. Для меня особенно, потому что я начинаю грустить. И вот видите, смотрите, совсем по-другому как-то ощущается, скажем так, настроение, когда у меня внутри там эти переживания, они тлеют. Я не могу как канал переключить. Я все равно потом начинаю что-то вспоминать. Ну, могу посидеть, поплакать, но мне это не поможет. Мне помогает улыбка. Слезы мне не помогают. В работе с этой конкретной клиенткой основная трудность заключается в фокусировании ее на чувствах. Мой подход, в котором я работаю, он про эмоции. А клиентка про уход от эмоций. И мы тут как лед и пламень просто. Потому что, по большому счету, я делаю все для того, чтобы ее немножко с собой соприкоснуть. Ты говорила про одиночество. И тема детского одиночества мне очень знакома. Я до практически шести лет росла без мамы. И я знаю, что люди справляются с одиночеством при помощи других людей. Да. Но когда ты вроде бы сначала у тебя подступают слезы, и в этот момент у меня тянется что-то теплое к тебе, потом слезы пропадают, и это перестает тянуться, тогда ты остаешься одна. И когда ты говоришь о том, что ты грустишь, и ты подходишь к зеркалу, и улыбаешься, и все такое, и то, как ты ведешь себя здесь, я думаю, не может ли это быть тем местом, в котором ты остаешься одна? Может. Ну, я, знаешь, я думаю, что мне просто надо какое-то время для этого. Ну, то есть... Вот все мои эмоции, которые внутри меня кипят, вот это такое, ну, как бы... Короче, это как бы такое очень аккуратное... Ну, как бы я готова показать, но потрогать пока я могу не дать. Потому что я очень знаю, как я буду... Ну, короче, мне просто... Я, может быть, в следующий раз, когда там что-то будет тянуться, вот, я так сразу не убегу. Типа у нее нет, нет, все. Вот, я, может, скажу, ну, ладно. Смотрите. Да. Вот, но так сразу я не могу, не знаю. Вот вроде бы, там, идешь на сессию без ожиданий, но когда предыдущая сессия какая-то легкая была, яркая, был хороший доступ к чувствам, то уже расслабляешься и думаешь, ну, сейчас-то вообще все будет классно, легко. Вообще было не так. Было тяжело. И я понимаю в целом сейчас больше про клиентку. Самое главное, это, ну, например, допустим, мои любимые приемы терапевтические, которые позволяют мне, наоборот, больше соприкоснуться с чувствами обычно у клиентов. Это там, а скажи голосом, например, страха. А давай мы с тобой сыграем. А покажи, там, а давай сценку поставим. И вот тут этого делать нельзя. Потому что клиентка вся в игре, в актерстве, в хорошем смысле, что ей это очень легко дается. Это как раз та часть, которую она предъявляет. И очень тяжело соприкоснуться с частью, с которой она сама не хочет соприкасаться. Поэтому я раз за разом с ней контрактировалась про то, чтобы потрогать чувства. С некоторыми клиентами не надо контрактироваться. У них, как реченька, достаются запросы, они с удовольствием разговаривают про чувства. А когда клиент сопротивляется и несет свой рюкзак с камнями и говорит, ни одного тебе камня не отдам, то вот тут нужно быть очень бережной, мягкой и уважительной. Уважительно относиться, что клиент не хочет отдавать камни. Знаешь, я не только в нашем с тобой контексте, я просто рассказываю, чего со мной происходит. Чтобы ты знала, как ты влияешь на меня в частности и на людей в целом. Как влияют твои слезы. И у меня и голос стал тише, когда я увидела, и я так как-то, знаешь, начала особо бережно к тебе относиться. А ты вначале сказала, что ты вообще-то от людей и от мужчин в частности вот этой бережности и ждешь. Ну да. То есть вообще-то у тебя есть инструмент, как это получить, но то, как ты с собой обращаешься, то, как ты привыкла с собой обращаться, может тебя этого инструмента лишать. И как это исправить? Узнаем, видимо, в следующей серии, потому что сегодня у нас время заканчивается. Ну блин, капец. Сегодня мы поболтали, очень как-то так душевно. Мы точно, опять же, сократили дистанцию между нами и стали ближе. Но у меня есть какое-то ощущение, что мы не доделали сегодня все то, что должны были доделать. Мне не хватило времени. Сегодня мы с тобой в какой-то такой точке, как ты себе создаешь одиночество и лишаешь себя вот этого. Иди на ручке. Да, я вот бегаю, смотрите, смотрите, смотрите. Ай, не дам, не дам, не дам. Смотрите, смотрите, смотрите. Да, я не думала об этом. Ты готова предъявлять сторону, которую не нужно поддерживать. Она суперподдержана. А ждешь вот этого вот, одеялка, подушечки, чтобы тебе подложили. Вот этого вот. Но то, на что это работает, ты прячешь. Ну да. Интересное наблюдение, я не думала об этом. А как сказать здесь что? Типа, дай мне это. Я это, ну, это же, это должно быть. Понимаешь, в этом и прикол. Если будет человек, который будет чувствовать вот это, тогда ему не надо об этом говорить. И это и случается мэч. Ну, смотри, на примере нас с тобой, ты же мне ничего не говорила, дай мне там вот это. Это у меня рождалось. А потом назад завернулось. Да, вот как у тебя рождалось и завернулось. И у меня происходили параллельные процессы. И вот я тебе предлагаю, да, на примере со своим молодым человеком, поисследовать, как у тебя рождается какая-то твоя нежность, уязвимость. И что ты с этим делаешь? Ой, понаблюдаю. Понаблюдай, да, и не торопись. Вот заметила, что ты что-то там испугалась или как-то, да, стала очень чувствительной. И вот это должно быть место твоего наблюдения. Хорошо, да. Действительно, я даю себе установку изначально, в начале пути любого какого-то, что все закончится. И если, допустим, ну, я же понимаю, что и жизнь тоже когда-то закончится, ничего вечного не бывает. Но как мне этот страх перебороть, я сегодня, я готова его перебороть, но я сегодня не поняла, как мне с ним разбираться. То есть мы поговорили об этом, но как его убрать, я не поняла. Ну, то есть мы классно поговорили, мы прям, мы классно поговорили. Но я вот грустная, потому что я там навспоминала в детстве, как мне было одиноко. Вот, теперь еду, грущу. Я думаю, что то, сколько боли повлекло за собой расставание с матерью, клиентка не осознает. Потому что это запредельное количество. У одного ребенка, отними мать, ну, и он так адаптируется, он, может быть, посильнее, как-то он вырастет и будет строить вполне себе хорошее, удовлетворяющее отношение. А у суперчувствительного ребенка, отними мать. И это создаст огромный, ну, эмоциональный надрыв. И мне кажется, что он такой величины, что клиентка самостоятельно туда не ходила. Поэтому я думаю, что она не осознает, каковы последствия, которые распространяются на ее жизнь, на ее отношения с мужчинами, с друзьями, с ребенком и так далее, и так далее. Еду и четко для себя фиксирую, что вот к третьему нашему сеансу у меня начинается... короче, какая-то внутренняя борьба. То есть я вот еду сейчас, думаю, блин, я не хочу сегодня, я не готова, нет. Я четко для себя поняла, что на этих сеансах я погружаюсь. Лина вроде бы как бы особо так вот, она сидит меня, слушает, но она меня погружает в какие-то такие эмоциональные состояния, после которых вот сегодня мне, например, мне и хочется с ней поболтать, но и почему-то у меня включилась защитная реакция. Вот это самое важное изменение, которое я внутри себя чувствую. Я как будто бы хочу сказать, нет-нет, все, я уже все, я уже здорова, я уже все, я уже все свои вопросики порешала, я уже все совсем разобралась, уже не надо там ковыряться у меня в моей голове и в душе. Вот такой вот включился защитный инстинкт. Привет. Привет, мы команда в красном сегодня. Тут я элегантно присела. Я к тебе с новостями. Вся внимание. Короче, я сегодня, когда ехала сюда, поняла, что... Ну то есть если первый раз, когда я к тебе ехала, у меня было переживание, волнение какое-то. Второй раз я уже типа на уверенном, зная, что меня здесь ждет. А сегодня у меня случилась такая стадия как бы отрицания или защиты. Я такая, блин, я как будто... Я сегодня точно хочу? Может, я сегодня не хочу ехать к линии? Может быть, вообще... Может быть, мы не хотим сегодня во всем этом копаться, разбираться? Может быть, вообще не стоя? Может, перенести? Короче, вот такое у меня было. Меня... Ну как, знаешь, я сначала думаю, интересно почему. То есть как бы я и хочу к тебе приехать, и вроде бы как бы я защищаюсь. Так типа... Ой, нет, вы знаете, на самом деле нет у меня никаких вопросов. Все у меня супер. Это какая-то стадия... Ты же у меня первый психотерапевт в моей жизни. Это какие-то этапы развития отношений? Как это работает? Слушай, такая... Ты историю такую хрестоматийную принесла. Да? И просто ты рассказываешь, я думаю, ты что, готовилась? Нет, серьезно тебе говорю. Вот это были мои сегодня ощущения, когда я ехала сюда. Просто это настолько действительно типично. Да? Да, потому что психика, когда мы подходим к чему-то важному, то она начинает защищаться, и она говорит, а вообще нет никаких проблем. Я, конечно, офигела, когда Юля с самого начала сказала, что она не хотела приходить. Я думаю, так быстро. Обычно это начинается, ну, через там, большее количество сессий, потому что психика понимает, что это вам не шуточки, и говорит, не-не-не, давайте мы оставим все, как было. Это, кстати, классный момент, почему психика так поступает. Потому что для мозга любая стабильность лучше нового. Даже если, ну, мозг-то не знает, что это новое, может потом привести там к чему-то хорошему, к изменению отношений, улучшит качество жизни. Но в моменте мозгу очень страшно. И очень многие люди именно в этот момент бросают. Потому что они думают, нафиг мне это надо вообще, что-то все стало как-то очень больно, очень чувствительно. В людей открывается чувствительность. И, в общем-то, это произошло и с Юлей. Слушай, а все-таки интересно, что за эмоция поднялась, когда ты такая, нет, не хочется. Знаешь же, есть такая история, когда человек, например, чем-то отравился, потом ему надо просто вспомнить, что он ел, и когда он вспоминает именно то, чем он отравился, его начинает подташнивать. Ой, нет, я не знала. Нет, есть такой момент. Ну, это проверка в ресторане, да? Там ты съела, ты говоришь, так, я ела сначала винегрет, потом я съела там пиццу, потом я съела бургер. И если на бургере у тебя начинается вот здесь вот такое чуть-чуть, это значит, что вот бургер как раз тебя их пытался убить. Так и здесь. Я вспоминаю наш прошлый сеанс. И, в частности, вот та часть, где мы с тобой говорили о том, как я себя чувствовала одиноко, будучи ребенком, меня это, видимо, я в этом никогда не ковырялась. И вот, видимо, это какая-то очень глубинная такая болячка, вот, что вот вспоминая потом, после, о чем мы говорили, именно, то есть не то, что я там убегаю от мужиков, когда начинается что-то. Нет. Вот эта часть меня очень-очень сильно, вот эти воспоминания, они меня, видимо, триггерят так, что я говорю, ой, нет, нет, все, там ничего, там все в полном порядке. Хотя, наверное, да. Ну вот, я даже не знаю. Ну, в общем, короче, вот это. Да, и ты, когда говоришь про это, ты даже вот так за кресло держишься. Я буду с тобой честной, я думала про тебя. Да? И я думала как раз вот про эту трудную часть. То есть тоже из нашего прошлого занятия стало очевидно, как бы откуда ноги растут. Но я также видела, насколько это тяжело. Для меня с прошлой сессии начались тяжелые дни. Потому что все-таки... Я бесконечно говорю о том, что да, я понимаю, что это шоу, но я-то работаю не в шоу. Я как практикующий психолог работаю с человеком и вижу, ну, где-то может быть больше, чем человек хочет и может и готов показывать. И это для меня такая дилемма. Потому что с одной стороны я вижу болевую точку, вот она, бери и держи. С другой стороны, я понимаю, что это проект, и это увидят все, и, может быть, клиент не готов, чтобы это увидели все. И тут я выбираю... На самом деле я очень трудно выбираю. Потому что, с одной стороны, это забота о клиенте, и я разделяю там эту ответственность с ним. Я говорю, что можем идти, можем не ходить сюда. С другой стороны, я думаю, так, а что делать с тем, что я вижу? А как вот тут быть? И после прошлой сессии я много думала на тему одиночество клиентки. И будет ли это разворачиваться дальше? Развернет ли она это дальше? Вот скорее вот это. А как вот... Ну, я же... Мне непонятно просто, если мы туда погрузимся, прикоснемся. Что это даст? Какой результат? Слушай, ну, как работает какая-то там психологическая травма? Я думаю, что в этом месте есть дефицит чего-то. То, чего ты в детстве не получила. Да я пока же не знаю, чего. Ну, так только очень внимания, любви, какого-то, может быть, вот такого, знаешь, принятия безусловного. Вот. И это место продолжает болеть. Оно же не закрыто, да? Ну, там не было закрыто. И ты такая думаешь... Ну, ты только не сознательно думаешь, а бессознательно. Так, где я это могу получить? У этого мужика, у этого мужика, у этого мужика. А, этот козел не дал. Все. Теперь я там... Ну, короче, теперь я по-другому буду действовать. А это место продолжает болеть. Потому что это нужно не от мужиков, а от того, кто это не дал. А, вот так? А как же мне это взять от того, кто это не дал? А, надо отгоревать. Взять невозможно. Сначала там какой-то... Если говорить про стадии, в которых можно двигаться... Вот я даже сейчас вздыхаю, потому что первый шаг, он самый тяжелый. это прикоснуться к месту и принять, что было вот так. Сначала это очень больно, но это занимает время. То есть, если к этому прикасаться, очень может быть, что это займет все последующие сессии. И поначалу будет очень неприятно и очень больно. Но это реально можно, ну, не знаю, как правильно сказать, вылечить. Ну, да. Люди боятся идти в терапию, потому что они не понимают, что будет. Но реальность такова, что никто не знает, что будет. Иногда открываются какие-то очень тяжелые воспоминания, очень тяжелые состояния. Но когда люди не идут в терапию, эти же состояния никуда не деваются. Они все равно в них есть, просто они о них не знают. И они, например, могут из этих состояний действовать очень деструктивно и разрушающие. Но они не понимают, почему. Они думают, вот такой я человек. Но это не так. Ты не такой человек. Ты человек, который имеет определенные психологические травмы, которые на тебя вот так влияют. Да, я даже не знала, что во мне это, кстати, сидит. Это я... Вот мы с тобой это расковыряли. И условно, пережив это и сильно там, пострадав, это перестанет меня беспокоить. У каждого в жизни есть болевая точка. У меня она тоже есть. И это никогда не перестанет ей быть. То есть, ну, не то, чтобы там раз, знаешь, все зажило и как будто этого не было. Нет. Но проработав эту тему, ты можешь изменить свой сценарий поведения. И тогда качество жизни меняется. А если мне нравится в целом мой сценарий поведения? Ну, если в целом я люблю, мне нравится как... Ну, нет, наверное, я, конечно, вот хотела бы что-то там, но это какие-то такие детали в целом. Я довольна тем, какой я человек и там, как я живу и какие у меня ценности. Тогда ничего не надо менять. Да? Угу. Ну, ладно, можно я тебе расскажу? Конечно. Короче, за эту неделю, в общем, молодой человек, к которому я сказала, что я влюблена очарованно, ну, там несколько, значит, ситуаций. Первое. Он действительно хороший, мне кажется, что он даже для меня слишком хороший, потому что я все равно такая девочка с характером. я начала делать так. То есть, как только мы с ним, ну, там, мы общаемся, да, но вроде как бы никто никому ничего не должен. Мы пока на такой стартовой, на стартовом этапе на таком. Но я в параллель, и я не знаю, как так вышло, но все остальные парни, которые, в принципе, мне нравятся, и которым нравлюсь я, очень резко активизировались. И получается, что я уже здесь, на старте, там, условно, возможно, зарождающихся отношений, в параллель с ним переписываюсь еще там с тремя, и уже все, и уже думаю, да зачем же мне отношения, когда я вот это все, ну, как бы, это же не про то, что с каждым пойти там переспать. Нет. Это про то, что с одним ты пошла, погуляла в парке, с другим ты такая посидела, выпила бокальчик игристого, с этим ты попереписывалась, и ты вот этим всем наполняешься, и потом раз, и вот этот молодой человек, который еще неделю назад ей говорил, что все, я влюблена, я очарована, и ты думаешь, ну, ты мне один этого всего дать не сможешь. А вообще мне надо? Может, я не хочу? Мне нравится? Все сюда, все, внимание сюда. Вот такое вот за эту неделю именно происходило. Ты давала мне домашнее задание фиксировать больше там и слышать себя, когда я испытываю какой-то трепет или нежность. Очень сложно это сделать. Вот, типа, так, мы фиксируемся, все, у нас нежность. Нет. Это сложно, я не привыкла так делать. Пыталась просто более внимательно наблюдать за тем, как я себя чувствую, испытывая разные эмоции. как радость, так и грусть, так и переживания, тревоги и так далее. Вот. Я просто стала более внимательна к себе. Я и так внимательна. А, ну, после знакомства и вот наших двух сеансов с Линой, я еще внимательнее стала относиться к тому, что я чувствую. Так ты думаешь, может быть, связано твое одиночество в детстве и вот эта ситуация, когда идите все ко мне и игристое, и парк, и переписки. Наверное, я не знаю, я вообще об этом никогда не задумывалась и никогда в жизни не проводила параллель. То есть, когда я к тебе сюда пришла, я думала, что вот это все мое отношение к личной жизни, вот такое свободолюбивое, это причина неудавшегося брака. А на самом деле это вообще поверхностное. Оказывается, мы оттуда, вот там, вот мы что-то там напереживали, навыдумывали себе, и вот эта красная нитка тянется через всю мою жизнь, и я эту нитку никогда не видела. Вот, собственно, да, ты спрашивала, есть ли смысл там трогать? Угу. Да, ну вот. Да. Вот, значит, есть, да? Блин, что, придется страдать, грустить? Не захочешь, не будем. Но сейчас не хочу. Обещаю делать только то, к чему ты готова, и то, что ты хочешь. Хочу сейчас, знаешь, куда? В туалет. Я что-то не то съела, у меня вздулся живот. Ребята, надо сделать небольшую паузу, извините. Когда клиент приходит с каким-то соматическим состоянием, я всегда беру это в работу, потому что это нельзя игнорировать. Я не знаю, из-за чего это. Может быть, человек правда что-то съел. А может быть, нет. Может быть, что это организм говорит, а давай я тебе помогу. Я сделаю так, что ты вообще не будешь ни о чем разговаривать. Вот. Но так или иначе, это же влияет. Ну, так как люди, которые будут смотреть выпуск, не знают, что у тебя болит живот, а я на это реагирую, кто у меня нежности много такой, знаешь, хочется как-то о тебе позаботиться. Вот. Поэтому я не могу это игнорировать, да, и выключать из контекста. В общем, хочется о тебе заботиться. Вот предлагаю тоже тебе о себе позаботиться. Не, все нормально. Мы уже выпили таблетку, мы уже сходили, подышали, говорится, поплакали, покакали. Это цитата великого Алексея Житковского. И опять на позитиве. Все нормально. Нормально. Просто спазм. Смотри, блин, зачем я психолог здесь и все замечаю. Я просто дам тебе в осознавание такую штуку, может, она тебе не пригодится. Я тебе предлагаю о тебе заботиться, а ты говоришь там, да, поплакали, покакали, и все на позитиве. Есть ли в твоей жизни место тебе ну, вот такой, вот, да, вот с животиком какой-то, не знаю, нуждающейся. Не хватает этого от мамы очень. То есть, она у меня живет сейчас там, вообще, в другой стране, она переехала, и вот мы с ней созваниваемся. Мне так хочется, чтобы она сказала, ну, как ты там, ты устала, ты молодец. Вот этого, мне не хватает от нее этого. Причем, я и об этом говорила, и говорю, ладно, там, но ты меня не хвалишь совсем. Вот. Еще и не хвалят. Ну, я, как обычный, нормальный человек, иногда могу просто хотеть, чтобы тебе сказали, ты такая молодец. И мне не надо, чтобы мне это говорили, кто попало. То есть, ну, как бы, или даже не кто попало, допустим, даже если ты вот скажешь, ну, такая, мы с тобой еще не настолько эмоционально близки и связаны, чтобы меня это вот наполнило. А люди, от которых я это жду, ну, кто-то говорит, там, близкие мне друзья. А мама может, наоборот, сказать, они тебе все там рассказывают, какая ты вся такая вечно пашешь, вот давай не надо. И я такая, блядь, мам, ну, ок, хорошо, да, пусть рассказывают, ты-то лучше знаешь. Вот это, конечно, ну, да, есть такой момент. Поэтому такие моменты, так, все, ладно, не надо мне никакой жалости, все, у меня все супер, вот, это нормально. Ты берешь, защищаешься, говоришь, сам себя пожалею, не надо, мама. Очень хочется быть не мамой и дочкой, а быть друзьями, вот, сопереживать друг другу, вместе радоваться чему-то. Хочется больше, меньше формальности, больше искренности, вот, и это, ну, я очень хочу, чтобы у меня с сыном была эта связь, и мы ее не потеряли, мы не превратились, мы не превратились просто в людей, у которых родственные связи, хочется, чтобы были дружеские связи, вот этого не хватает. Ну, вот, ты про маму как-то очень эмоционально сказала, из всего, что ты сказала, говоришь, мне так этого от мамы не хватает. Ну, да, так и есть. С каким чувством это сказала? Ну, с грустью. Мне очень грустно, что она не чувствует меня. Очень грустно, всегда. Видишь, оно не контролируется. Да, я вижу. Я даю этому место здесь и сейчас. Не хочу испортить макияж, будем засовывать слезы обратно. Часто ты так с собой обращаешься? Ну, если дня в макияже нет. Тут важнее макияж. У меня планы сегодня на вечер не хочу перекрашивать. Вообще для меня неожиданно. удалось прикоснуться к своей грусти. Угу. Мне кажется, зритель даже сейчас может немножко не понять, с чего я так резко разревелась. Ты хрен с ним. Но оно как-то так резко подступило, ты просто нашла, как спросить. Не знаю, странно. Хрен с ним, зрителям. Ты знаешь, я не могу оторваться твоих эмоций. Да. Спасибо. Да. Мне кажется, это так важно почувствовать свою грусть и признать ее. Угу. И то, что у тебя сейчас получается с ней соприкасаться, для меня это большая ценность. Спасибо. Живот перестал болеть. Я сегодня очки нашла, которые, короче, я их купила. Подожди, подожди, не дам тебе говорить про очки. Да? Ну ладно. Видишь, я как у меня... Смотри, да, я хочу тебе это показать, вот как у тебя это происходит. Что, вот нашла какую-то эмоцию, а потом ровно через секунду начала ее заговаривать. Макияж, вечер, планы, да, хихи, вот это. Потом еще почувствовала, погрузилась, снова какая-то следующая эмоция, такая, нафиг, нафиг про очки я тебе расскажу. Как-то... Похоже, тебе непросто с этим сталкиваться. Ты даже сейчас воду пьешь, ты хочешь пить? Да. Я люблю пить воду. Да. Я просто замечаю, да, что ты, вот на наших предыдущих встречах ты сидела с водой, даже когда не пила, то есть вода была между нами. Там сейчас ты начала пить именно в момент, когда, ну вот, пошел вот этот эмоциональный момент. И мне кажется, что тебе свойственно вот эти эмоции, которые, ну там поглубже, ты внешне очень эмоциональна. А вот то, что поглубже, ты такая, это не будем трогать. Ну, да. Вот сегодняшние слезы, это просто... я не могу пока себе даже объяснить, как это получилось. Это как резко включили воду, вот кран открыли со всей силы, вот с такой силы меня бомбанули, откуда-то шарахнули просто эти слезы. Я не знаю, ну для меня это правда шок. То есть у меня, мне прям надо с этим, я сейчас буду еще ехать домой и просто пытаться запомнить и разобраться и прочувствовать то, что произошло. Потому что произошло как-то все, ну я говорю, максимально резко, шокирующее и вау. Ну это ощущение вау, такого удивления, шока. То есть когда ты себя знаешь и тут ты хоп, и произошло что-то, что ты от себя даже не ожидаешь. Вот так это было. Прикольно, что я с тобой сижу, разговариваю, о чем-то, ну как бы рассказываю тебе и в процессе разговора в моей голове выстраивается логическая связь между тем, что происходит. И то есть как бы пока я говорю, я сама прихожу к тому, к чему я должна прийти. И типа если бы я только об этом думала и даже не говорила это вслух, то не факт, что был бы такой логический вывод. Представляешь? Для меня это просто новое. Я прям в таком приятном, ну я точно ну как бы в приятном, но я прям в шоке. Это не очень просто. Ну и темы не очень простые. А я могу тебе еще про маму поспрашивать? Давай. Но если тебе покажется, что это то мать, что ты всегда меня можешь остановить или просто сказать, что вот туда не хочу идти. да, конечно. Можешь еще рассказать про свою грусть? Вот мне грустно, когда мама... мне грустно, что... такое ощущение, что она просто... Ну я знаю, что она меня очень любит, как любая мама любит своего ребенка. но то ли у нее есть какая-то обида на отца. Ну она у нее точно есть. И она как-то типа транслирует обиду на моего папу на меня. Понимаешь, в чем я? То есть мы еще с папой очень похожи. Мы прям, ну типа как две капли воды такие курносые, светловолосые, светлоглазые и такие чумные развлеку... ну кайфажорики. Вот. И она... Она злится, когда я, например, прям веселюсь. Вот. Разный эмоциональный у нас не очень сильный фон и очень обидно. Когда ты такой бежишь, там знаешь, с рисунком говоришь мама, смотри, что я нарисовал. И там ага, и все. И пошла. Что ты чувствуешь в этот момент, когда ты не встречаешь ее эмоций? Мне очень грустно. Так больно, грустно, нехорошо. Обидно даже чуть-чуть. Не знаю. Попробуй это прямо сейчас почувствовать. Свою грусть, свою обиду. Вообще-то мне кажется, это очень больно. Угу. Что когда ты бежишь, хочешь вот показать, а там какой-то холод или... Я не знаю, чувство и реакцию. Теперь мне чуть-чуть страшно, что мама посмотрит этот выпуск и неправильно поймет меня. И это будет очередной какой-то виток этих каких-то конфликтов, которые меня выводят, просто выбивают из сил. Что она подумает, что я типа жалуюсь, что она меня там недолюбила. Она меня очень любила и любит. Просто короче, это про другое. Я даже не знаю, как вот это правильно объяснить, чтобы и зритель, и мама, если она это смотрит, поняла, что я не давлю на жалость. У меня классная, хорошая мама. Она воспитала меня классным человеком. Она дала мне образование. Я ее люблю. Ну просто это вот реально какая-то психология, а не... Короче, это разная. Я не знаю, как это объяснить. Я надеюсь, что я смогу потом подобрать слова и до конца прояснить ситуацию, чтобы никто не подумал, что я там на родителей жалуюсь. У меня замечательные родители. Вот. Просто это чуть-чуть про другое. Она просто один раз на меня так обиделась, когда я ей сказала, что, мам, ну, однозначно есть в тебе какие-то темы, которые ты, ну, там, сходи в психотерапию, ты говори, давай найдем специалиста, и она тебе поможет просто сохранить свою нервную систему и свое состояние внутреннее. На что, ну, как бы, мне сказали, ты что еще в психушку меня хочешь положить? до свидания. Вот. А так, мне кажется, что если бы мы с ним вместе позанимались, мы бы были просто не только мамой и ребенком. Ты чего там, как ты это делаешь сегодня? Не хочу, больше не будем сегодня об этом говорить. Не хочу сидеть плакать. Не будем. Не будем. А с тобой рядом можно сесть? Нельзя. Еще можно одна? Можно, да. Когда Юля заплакала, и я предложила сесть рядом, конечно, я была уверена, что Юля откажется. Но для меня было важно показать, что эта эмоция есть. не всегда клиенты встречаются с эмоцией терапевта, даже если она самая какая-то нежная, теплая, они привыкли действовать иначе. Но очень важно показывать им свое желание, потому что не сейчас, но потом это может быть обработано. Сейчас в моменте она может не хотеть этого, да, и она говорит об этом. И у меня, кстати, и не было такого, что я прямо как-то ожидала, что все произойдет, но мне важно было ей сказать, да, я хочу быть с тобой, я хочу быть ближе. Но то, как она обходится с теплом других людей, я думаю, что это очень похоже на ее опыт одиночества, который она пережила в детстве. Но тут важно сказать, мы правда еще не близкие люди. Это правда, и может быть с ее ближним кругом, но там все иначе. Но мир состоит из очень разных людей. Хороший выпуск получится. Сначала чуть не обосрались, вздался живот, живот прошел, сижу реву. Может, это все связано. Думаешь? Так иногда, я не знаю, но так иногда бывает. Все, я Богдан Титамир, я буду сидеть в очках. Да не, я шучу. Все, Ты видишь, вот у меня опять включается, теперь я тоже это фиксирую. Но я же, ты понимаешь, почему это происходит? Я понимаю. Это не защита, это типа, как, ну, мне не нравится то состояние, в котором я сейчас, и я сама себя вытаскиваю и такая, так, 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 все, 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 спокойно, спокойно. Мы не умираем, все живы, все здоровы. Давайте, есть же и хорошее, давайте туда смотреть, в ту сторону. Я вижу, как ты себе помогаешь, как ты умеешь себе помогать, как ты умеешь справляться одна. Угу. Ну, да, супер. Представь себе, я не могла справляться одна. Было бы сложно. ты много справлялась одна. Всю жизнь. Расскажи, как это, всю жизнь справляться одной. Все супер просто. Ты находишься в диалоге с собой. Вот ходишь, там, гуляешь в парке, я не знаю, там, готовишь кушать, ну, еду какую-то. Едешь в машине, что угодно, и сам с собой разговариваешь. Ну, не вслух, а внутри. У тебя идет внутренний диалог. В этом внутреннем диалоге ты как бы переживаешь какие-то радости, какие-то печальные моменты, и все. Я с детства, я просто реально помню, когда мне там пять лет, и я одна там хожу, гуляю во дворе у бабушки, вот, пытаюсь сбить себе яблоко палкой, вот, пою песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой», это у меня одна из любимых песен, и все. И ты сам с собой ходишь, такой рассуждаешь на какие-то темы, которые тебя беспокоят. Вот это «Справляться одна» называется. Меня прям такой болью отзывается, болью и таким одиночеством, прям такое, сквозит какой-то. Не знаю, мне суперкомфортно. Ну, то есть, я просто, например, я вижу то же самое, ну, хотя я делаю все для того, чтобы, например, мой сын, не чувствовал себя одиноким. Вот. Но я уезжаю часто на работу, да, там, на съемки какие-то улетаю. Я поняла. Я поняла, что сейчас происходит. Ты приглашаешь меня игнорировать свои чувства. Это как? Я не могу тебя игнорировать. Ну, например, ты мне рассказываешь какие-то вещи, ну, там, вот, что ты была одна. Я чувствую в этом месте, ну, как у меня поднимается... Уровень импатии? Нет. У меня поднимается какая-то боль про это, одиночество. Я слышу, как у тебя дрожит голос в этом месте, но как будто я должна не замечать. Понимаешь? Как будто у нас такая игра. Она делает следующее. Сначала она с чем-то в себе соприкасается. Потом у нас там формула с неизвестным икс, которая вызывает ее разговоры на отстраненные темы. Разговоры о других людях, разговоры о событиях. Мне как психологу важно выяснить, что это за икс. Но в данный момент мы не можем, потому что это слишком рано. Клиент еще не готов вот к такому глубинному исследованию. Это какие-то следующие, более поздние встречи. И я заметила, что вот клиентка игнорирует свои чувства. У меня внутри там все разрывается. Я там наполнена эмоциями. А я такая сижу и делаю вид, что у меня этого нет. Да вот как она себя игнорирует. Она предлагает другим людям делать то же самое. Потом говорит, блин, близости как-то не хватает. Ну так к ней очень тяжело подобраться. Я прилагаю все свое мастерство, все знания, которые у меня есть, чтобы вот этот контакт произошел. Я очень бережная, очень внимательная. Я как-то очень выбираю, что говорить. Но обычно это люди, они не такие. Там мужья, жены, дети, друзья, подруги. Это не естественная роль. И моя задача как раз, вот если говорить о каком-то долгосроке, то мне бы хотелось показать Юле, как она приглашает не быть с ней в близости. Я замечаю твой голос и замечаю, как ты рассказываешь про себя маленькую. Тата сказала, что тебе 5 лет, а ты с палкой. Не, я просто не все дети, не то, что делала мне 5 лет, а я с палкой. Я к тому, что я очень круто помню свое детство. И причем не какие-то события там, типа, как я не знаю, как мы с друзьями. Юль, а как тебе то, что ты в своем детстве все делала, блин, одна? Ты вот к этому факту как относишься? Ну, а у меня что, выбор был? А как ты относишься к тому, что у тебя не было выбора? Вот у меня в этом месте боль, а у тебя что? Принятие обстоятельств. По-другому быть не могло, к сожалению. Все так. Не могло. А что ты чувствуешь в связи с тем? Грустно мне. Ну, конечно, я не знаю, сейчас, наверное, уже даже какое-то безразличие, ну, типа, да, так случилось. Понимаешь, просто как бы, когда я начинаю там вспоминать, и мне становится как-то грустно от того, что так сложилось, но с другой стороны, я понимаю, что есть такие несчастные детские судьбы и вообще человеческие судьбы, что мне грех жаловаться. Вот. Ты так с этим справляешься? Да. Чтобы не чувствовать свою боль? Да. Я от нее так убегаю. Ну, то есть, по крайней мере, до сегодняшнего дня было так. Я не знаю, может быть, действительно надо там сесть отгрустить несколько часов, отплакаться и тебя попустить. Несколько часов. Что-что? Маловато. Ну вот, я не знаю, сколько. Но до этого, ну, я не хочу, точнее, как, у меня был подход такой всегда, потому что у меня есть две руки, две ноги, голова, и я не умерла с голоду, не знаю, там, меня не били, и это уже очень большая редкость в рамках того, как, к сожалению, воспитывают детей в нашей стране, ну, не знаю, может, и в мире в том числе. Вот. Поэтому была одна, а так получилось. Чего? и в месте, где ты говоришь, была одна, у тебя дрожит голос. Ты правда, ты придумала классный способ. Ты благодаря этому способу выжила. Ты благодаря этому способу смогла стать той, кем ты являешься. Это очень хороший способ. Но если ты сейчас начала чувствовать и другие эмоции, то это значит, что твоя психика сейчас готова посмотреть на эту ситуацию с разных сторон. Часто у клиентов идет такое как расщепление между тем, что они думают и тем, что они чувствуют. И это очень естественно, особенно на данном этапе работы. Она рассказывает о себе как о человеке, который совсем справился. То есть вот это ее фокус. Да, мне было плохо, но я все преодолела. Она показывает мне себя с сильной стороны. Но тут я слушаю себя, свои эмоции. И я вообще понимаю, сколько боли, сколько одиночества у ребенка, который совсем вынужден справляться сам. У меня была идея, чтобы больше соприкоснуть тебя со своими чувствами, ну в смысле с твоими, сделать один эксперимент, но потом я думаю, что делать, если человек мне сказал, я не хочу. Но тогда вопрос, чем займемся. Да. Не, ну просто ты заранее расскажи. Короче, я готова экспериментировать, главное просто это делать аккуратно, чтобы меня не расп... Простите, не расп... Здесь так, что я вообще не соберусь и буду, знаешь, это... Лягу, буду плакать. Вот, так я не готова. Может, так и надо? А? Может, так и надо? Ну, может быть, но тогда надо дать мне инструкцию, а что с этим делать, понимаешь? Мне страшно, что меня расковыряют, а потом... Вот. Тем более, у нас скоро встреча. Да. Вот неделю будет пятнадцать, а там встретимся. Не хотелось бы. Понимаю. Ну, не, ну целую неделю... Я, знаешь, что, здесь к таким, как к любой серьезной операции хирургической надо готовиться. Мне кажется, что к подобной операции, уже психологической, тоже надо готовиться. К следующему разу я буду готова к эксперименту, потому что я уже проживу вот этот, как бы, эту вспышку эмоциональную и буду готова дальше двигаться. Я очень рада, что мы сегодня не пошли дальше, потому что я чуть-чуть напугана, напугана тем, что, ну, как бы, не знаю, получилось уже понять или не получилось. Я все контролирую все равно так или иначе в своей жизни. Я не могу сказать, что это гиперконтроль, это контроль, это, ну, типа, в какой-то степени забота о себе, о своем умственном и психологическом здоровье. мне чуть-чуть страшно, но мне, я рада, что мы не пошли дальше, что не было никакого эксперимента, но я точно хочу его провести. Меня вообще переполняют сейчас эмоции. Я вообще, вот, серьезно скажу, вот, вообще ноль ожиданий перед сеансом. и то сейчас, что у меня происходит в голове, внутри, ну, я это, как могу, показываю, для меня это очень многого стоит. Вот эти слезы, это было настолько, даже мне самой и для меня шоком, типа, что они так резко включились, что мне это надо еще сесть, еще самой, вот, опять же, побыть с собой в диалоге. Побыть одной. Что это для тебя такая привычная стратегия? Ну да. Да, я замечаю тоже, как у нас с тобой контакт строится, что я хочу сокращать дистанцию, да, я чувствую свою интенцию вот эту. Да, там я то сяду, то там в глаза тебе смотрю, то еще, то предложу. Вот. А ты при этом наоборот сохраняешь дистанцию. И так ее подчеркиваешь, что моя, там мои границы, только мои границы. И это тоже очень показательно. Это тоже очень про тебя. Про то, ну вот, как ты сближаешься, про то, ну вот, какая ты в моменты, где ты может быть уязвима, где ты может быть чувствительна, особенно. Мое личное пространство и какие-то вещи для меня очень, очень трепетные, очень тонкие, очень такие сложные. Вот. Конечно, там побывали люди, но очень мало. И даже если человек мне максимально, ну, как бы, видно, что мы вот, мы с тобой совпали, но я так сразу туда не пускаю. Вот. Я даже, знаешь, более того скажу, я вот сейчас пока говорила, у меня, кое-что в голове прояснилось, то есть мы с тобой видимся в жизни третий раз, но ты про мои эмоциональные все вот эти переживания, ты знаешь много больше, и ты уже ко мне ближе, чем, например, мой бывший муж, который со мной шесть лет, и я, ну, я к нему очень нежно отношусь, там были разные, да, ситуации, но он, допустим, человек, который вроде бы был максимально мой близкий, да, там он отец моего ребенка, но он эмоционально ко мне так близок, как ты, например, сейчас, никогда не был. То, как Лина аккуратно, нежно ко мне подобралась, и она иногда так хочет еще больше показать, что она прям чувствует меня, но я защищаюсь, короче, меня это впечатляет, потому что есть правда люди, которых я люблю, с которыми мы общаемся долгие годы, но они так близко к моему психологическому состоянию не подбирались, как Лина сделала за суммарных три часа. Это, ну, для меня это как минимум повод не сомневаться в ее компетенции, потому что это значит, что человек действительно разбирается в психологии, да, потому что можно быть классным собеседником, отличным человеком, но все-таки здесь у нас еще и должна быть какая-то профессиональная сторона. И вот после сегодняшнего сеанса я для себя я себя четко поймала на мысль, что я на сегодняшний день вообще не сомневаюсь в компетенции Лины Диановой как специалиста. Но все-таки меня максимально не смущает то, что здесь там есть другие люди или есть камеры. И я себе, когда шла, дала установку, что ну как бы я в любом случае не буду думать о том, что в этот момент нас снимают. Я не думаю о том, видимо, там у меня второй подбородок или нет, там я не знаю, там или сижу я ровно, или я опять как сутулая собака. Нет. То есть мы с тобой здесь, вот только мы вдвоем, несмотря на все обстоятельства. Вот. Но все равно эти обстоятельства есть и может быть где-то, где я бы хотела еще сильнее дальше пустить, сказать, да, вот здесь, пожалуйста, поговори со мной. Я пока не могу это сделать вот так. Я попробую сейчас послушать вот этот голос, который вообще-то хочет сказать вот здесь, пожалуйста, еще поговори со мной. Вот тут еще хочется. Но... Просто обрати внимание. Я не предлагаю тебе сейчас продолжать. Я просто хочу сказать, что я его слышу. Я даю ему место. Круто. Я показываю тебе, у меня прямо сейчас слезы подступают, что я вижу вот эту твою часть. С уважением к ней отношусь. Да. Классно. просто почувствую сейчас вот этот свой голос. Хочет уже, чтобы с ним поговорили, да? Ну, скажем так, мы попробовали, мы до этого такого не пробовали, мы попробовали, и нам понравилось. И мне, и голос в этом. Да. мне правда интересно наблюдать за тем, что происходит внутри, и комфортно. Прикол. Этого бы не случилось без тебя. Что все-таки то, что ты позволяешь себе больше почувствовать. Я же помню там первую самую встречу. Она была очень естественной, мы были незнакомы, видели друг друга в первый раз. конечно, там очень много было ну, такого, как бы, самопрезентации. Ну да. Да, и сейчас, как будто, знаешь, вот у меня мое ощущение такое, как будто камер становится меньше, а у нас, как будто, контакт, знаешь, такие ниточки, да, что-то происходит тут. Вот, и поэтому вот это случается. Угу. Короче, мне супер ценно. Ну, все, время для шутки. Я рада, что нам обеим нравится. Пам-парапам. Да. На самом деле, у нас, правда, время уже к завершению идет. Сегодняшней встречи. Как так получается, что сегодня, может, из-за того, что я как-то так много всего почувствовала, но если до этого мне было мало часа, то сегодня, ты знаешь, вот я готова сказать, что все. я закончила, спасибо. Да. Прикинь? ты отпахала. То есть, когда идут психические процессы, мозг там переваривает, он переваривает даже то, что ты, может быть, не понимаешь. Он такой, вот это я наработался. когда у человека происходит такой сильный, глубокий контакт с собой на сессии, то человек устает. Вот эмоциональное какое-то переживание и проживание своей ситуации, это сопоставимо как рабочий день. То есть, для психики это реально работа. Поэтому, действительно, клиенты после сессии вообще могут уползать от усталости, потому что это действительно очень тяжело. Я бы рекомендовала сегодня, ну, в течение суток есть и спать. Типа, базу закрывать, а психика будет сама там по кирпичикам все раскладывать. Хорошо. Есть и спать. Я обожаю эти два ремесла. Я мастер спорта по еде и сну. Супер. Все, вот делай вот это. Хорошо. Хорошо. Все, тогда можно останавливаться. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Ну, вообще, надо же. Так, ну что, встаем? Да. Кажется, я хочу в туалет, ребята. Супер. Готовьте туалетную бумагу. Хочу обняться. Ой, давай. Просто так. Извини, я не знаю, что это такое вообще. Мы очень классно сегодня поговорили. Прямо классно. Для меня очень ценно, что, несмотря на формат, наши отношения углубляются. И это вот, это как раз то настоящее, которое я очень ценю в работе с клиентами. Я не знала, получится ли это здесь. Но вот то, что она сегодня разрешила себе поплакать, вот в конце трогательную фразу она сказала про голос. Там, да, если бы мы были вдвоем, я бы еще сказала там, ну, поспрашивай меня, пожалуйста, еще вот тут. Да, и в этот момент ее голос был такой очень нежный, тихий, такой вот просящий. да, это как раз фокус моей работы с ней. Ну, это, конечно, магия. Как у меня самочувствие, ну, я, если сказать по-взрослому, ва**, а если сказать по-телевизионному, я в серьезном шоке. Я, то есть, я прямо обалдела. Я после того, как закончился наш сеанс, пошла в туалет, и у меня еще, мне накрыло, еще и там я, то есть, как бы, не то, что я сидела, ревела, потому что там, короче, я не знаю, оно просто окончательно как-то еще шарахнуло, но почему-то есть внутреннее такое чувство неполного, ну, короче, какого-то, как будто бы облегчения, я не знаю, не после туалета, а после сеанса. Какое-то облегчение, то есть, у меня, я точно сейчас на эмоции еще, и у меня прям внутри меня что-то происходит, я даже сама не пойму, но вот при этом, как будто бы я очень сильно выдохнула, так типа, фух, вот так. короче, психотерапия, это круто, я рекомендую, вообще.